Здравствуйте, друзья! Это Ньюсейдер, я Александр Кушнарь, у нас 14 октября. «Джевелин» снова в работе. Эти легендарные противотанковые орудия руками бойцов легендарной же 15-й бригады «Карадак» громят российских оккупантов на Покровском направлении. На ваших экранах это момент поражения на соответствующем участке российского бронетранспортера именно вот этой противотанковой ракеты. Эта американская ПТРК перемолола немало военной техники в этой войне и видала врагов покрепче, чем вот эта хлипкая российская БТР, наполненная большим количеством российских десантников. Как видите, на месте бронированного транспорта остался горящий шар с длинным шлейфом густого дыма, в то время как российская десантура побежала со всех ног. Кто не успел, тот опоздал. А опоздала большая часть штурмовиков, как утверждает израильский военный обозреватель Игорь Левин, комментируя это видео. Данные видеокадры показывают, что спастись удалось лишь четверым из десантников, тогда как остальные, а это, видимо, не менее дюжины, понесли заслуженное наказание внутри вот этой огненной печки, устроенной украинскими метателями сокрушающего американского копья. Впрочем, если вы сейчас перейдете в мой телеграм-канал по ссылке в описании, вы посмотрите этот ролик полностью, а там вы заметите, что даже те, кто смогли сбежать из горящего БТРа, попали уже под удар украинских FPV-камикадзе и коптеров, сбрасывающих бомбы. Таким образом, похоже, что, вероятно, не смог выжить вообще никто. Тем временем, другому БТР-врага на том же направлении повезло не больше. Она была атакована сначала посредством ПТРК, а затем добита с помощью FPV-камикадзе. Там же, под Покровском, боевая группа ВСУ Мурамаса устроила то, что она сама охарактеризовала в своем телеграм-канале, как «ночь ада» для агрессора. Перед вами уничтожение девяти единиц транспорта, на самом деле гражданского, но используемого как военный, посредством все тех же FPV. Как видите, один за другим эти FPV-шки врезаются в соответствующие килымаги, поражая живой и неживой груз, а в последнем случае еще и гаубицу вместе с тягачом, который тянул ее на прицепе. Наконец, еще один эпизод. Догорающая БМП России, которую снимал, очевидно, украинский боец из засады. Эти эпизоды отражают общие чудовищные утраты интервентов возле Покровска. Они зафиксированы в очередной сводке, составленной аналитиком Нелсио, который ведет подсчет утрат сторон на основе визуальных данных. По его словам, за неделю с 4 по 11 октября в этом районе россияне лишились колоссальных 47 единиц военной техники против 14 у украинцев. Разница, как всегда, более чем в три раза в пользу ВСУ. Поэтому расшифровка, которая дана в X-аккаунте Нелсио, тоже порадует вас. Под украинский нож пошли 6 танков, 32 БМП, 1 БТР, 1 РСЗО и 2 единицы артиллерии. В то время как украинцы лишились одного танка, 6 БМП, 3 БТР и одной артиллерийской пушки. Как видите, я специально не включил вот именно в эту статистику транспорт, чтобы сравнить утраты сторон именно в боевых машинах. Так вот, оказывается в этой категории у оккупантов еще менее приятная ситуация. 42 единицы против 11 у УВСУ. Разница в 4 раза. И эта динамика под Покровском отражает общую тенденцию по всем фронтам. О чем свидетельствуют расклады уже от другого аналитика, который подсчитывает потери сторон по визуалке. То есть от Эндрю Перпетуа. На основе его данных, собранных в результате исследования видеодоказательств с поля боя, обозреватель, действующий под ником «Быть или», заявил, что с 21 по 30 сентября были зафиксированы рекордные утраты российской армии. Они составили почти что 822 единицы, что в 2,5 раза больше, чем у Украины. У нее 341 единица. Тем не менее, утраты тяжелой бронетехники у России оказались именно в данной категории по данному отрезку времени. 4 раза больше, чем у УВСУ. В категории артиллерии почти в 3 раза больше, чем у УВСУ. Утраченная артиллерия – это в основном буксируемая. А значит, у России действительно все меньше самоходных установок на поле боя, о чем свидетельствует в том числе и расконсервация старых М46, то есть производство 1946 года разработки, подчеркивает автор. Конечно, нужно помнить о том, что в данном случае вот именно эта статистика дана в отношении отрезка почти месячной давности, а именно за последние 10 дней сентября. То есть как раз тогда, когда шла ожесточеннейшая битва за угледарой, когда утраты оккупантов были особенно большими в связи с этим. С другой стороны, если смотреть на соотношение в утратах, а не на количество, то становится ясно, что на войне на это ничего не поменялось. Россия все так же стремительно теряет самую необходимую для наступления технику в 4 раза быстрее, чем Украина. В прошлом ролике я обратил внимание и на другой интересный момент. Последний штурм на Кураховском направлении показал нехватку у интервентов танковых машин. Из 30 единиц военной техники, которые двинулись на 79-ю бригаду УВСУ, которая в итоге разгромила их, число танков составляло всего лишь 5 штук. Тогда как остальное, это все были БМП и БТР с куда более хлипкой броней и куда более слабыми вооружениями, нежели у танков. Теперь то же самое мы видим и на Покровском направлении. За буквально последнюю неделю боев утраты БМП и БТР оказались у захватчиков в 5,5 раз больше, чем утраты танков у них. Опять же, сегодняшние 4 видео, которые мы вам показали, как вы понимаете, говорят в пользу этого же самого трека. Заметьте, нет ни одного кадра с горящим российским танком. Зато полно эпизодов с уничтоженными российскими БМП и БТР. Ну или же обычным транспортом, что на самом деле, опять же, свидетельствует об истощении в целом российской армии в военной технике как таковой. Сравните это с тем, что мы видели прежде. Ранее в сводках Нейлсо по Покровскому направлению уничтоженных танков было намного больше, чем то, что мы увидели вот сейчас. Это подтверждается и общей Покровской статистикой. Из 1877 единиц, которые Россия потеряла под Покровском за последние 12 месяцев, оказалось 545 танков и 1052 БМП. То есть соотношение 1 к 2. Опять же, если взглянуть на все прежние отрезки времени, за исключением последнего, то мы увидим схожие данные. 1 к 2. То есть танков, условно говоря, 10, а БМП 20. Но только не в последнюю неделю, когда, как вы видите, возник явный перекос в пользу броневиков. Причем как с точки зрения их потерь, так и с точки зрения того, что вообще Россия использует на фронте. Очень интересно, не так ли? Остается лишь проследить за этой тенденцией, чтобы установить, является ли она устойчивой. Если мы правы, то в ближайшее время с российской стороны при наступлении танков будет все меньше. А вот бронированных и небронированных машин все больше. Все потому, что, как я уже говорил ранее, к настоящему моменту за все время войны потери оккупантов составили уже 3,5 тысячи танков. И это лишь по визуальным данным. Так вот, это означает, что России будет все тяжелее изыскивать новый танковый ресурс. С одной стороны, готовых к быстрой расконсервации танков у России все меньше, а с другой, производство новых танков, особенно в условиях санкций, это чрезвычайно непростой процесс. В результате мы видим, как Россия все чаще заменяет танки БМП и БТРами, а то и легковым или просто небронированным транспортом со все более печальными для россиян последствиями в виде роста числа погибших оккупантов. Та же «Джевелин», например, могла бы ударить по танку, но на этот раз она прилетела в БТР. Соответственно, больше потерь, опять же, среди десантников. Самое же главное, это вопрос о том, за какой именно товар бутчанский мясник Владимир Путин уплатил свою чудовищную цену в виде людей и техники. Давайте посмотрим. Итак, за один год «Саранча» взяла у Украины 700 квадратных километров, то есть 0,1% всей территории Украины. На мой вопрос у чат GPT о том, сколько за этот же период времени, то есть с октября 2023 года по настоящее время, Россия утратила единиц военной техники. Согласно визуальным данным, вот этот искусственный интеллект выдал следующую информацию, которая, надо заметить, соответствует и моим приблизительным подсчетам. Так вот, танков свыше 2000, БМП и, видимо, БТ более 2300, артиллерии около 600 единиц буксируемых и самоходок, а также РСЗО более 200 установок. Данные Генштаба ВСУ по потерям и в личном составе у врага, за этот же отрезок времени, таков 386 тысяч. Получается, что всего лишь одна десятитысячная доля всей украинской земли стоила России не менее 5000 единиц военной техники, согласно визуалке, и почти 400 тысяч солдат убитыми и ранеными, при общих потерях почти в 700 тысяч, согласно Генштабу ВСУ. Среди взятых россиянами территорий нет ни одного крупного города, а в последние недели мы видим явное торможение оккупантов даже там, где они еще недавно продвигались относительно быстрыми темпами, а продвигались они в основном по полям. Понятно, что свое дело сейчас делает и осенний период с его холодами и дождями. Но главные причины – это все-таки очевидная усталость личного состава и колоссальные утраты в железе у России. Заметьте, до зимы еще полтора месяца, а признаки спада российского наступления уже налицо. Вы не подумайте, я вовсе не приуменьшаю угрозу со стороны оккупационной саранчи, но надо помнить о колоссальном превосходстве россиян в количестве личного состава, техники, авиации, оперативно-тактического вооружения, чтобы понять, насколько провальным выглядит российское наступление и насколько эффективными оказались украинские оборонительные меры при всех тех больших проблемах, которые наблюдаются сейчас у ВСУ. Спасибо, друзья, за то, что остаетесь с нами. Напоминаю, мы сейчас ведем срочный сбор на 10 дронов типа Mavic для группы 47-й бригады, которые ранее уже помогали. Целевая сумма – 29 730 евро. К настоящему моменту, то есть к утру понедельника, мы собрали более 20 000 евро. Осталась последняя треть, и я надеюсь, друзья, что вы поможете нам как можно быстрее закрыть эти оставшиеся 30%, потому что Mavic – это глаза и уши любого украинского подразделения, которые не просто спасают им жизни, но и помогают, как вы понимаете, работать на передовой. Итак, перевести пожертвования для этой команды вы можете, как всегда, через литовскую благотворительную организацию Hoplon Foundation, чьи реквизиты – банковский счет и PayPal счет, я привожу в описании к этому видео. Там же, в описании, вы найдете и ресурсы, через которые можно поддержать наш канал, который очень нуждается в вашей поддержке, потому что он существует в значительной степени, благодаря вашей помощи. А именно, это PayPal, Patreon, BuyMeCoffee, банковский счет с реквизитами и суперспасибо от YouTube, введя отдельный кнопок под каждым нашим роликом. Спасибо каждому, кто помогает в ИСУ, ибо ваша помощь спасает жизни. Отдельное спасибо компании Игоря Яцковича, SDA из Соединенных Штатов. Часть прибыли она регулярно переводит организация Hoplon Foundation для поддержки ВСУ. Если вы интересуетесь аналитикой для бизнеса и хотите поднять свой стартап, вы можете пользоваться услугами компании SDA, ссылку на сайт которой я привожу в описании к этому видео. Переходите, если вам интересно. Перед вами видеообращение от бойцов, которые запрашивают соответствующую партию дронов. МАВИК-3Т, МАВИК-3ПРО и АГРОДРОН. Просим у всех небайдужих долучиться и хотим высловить окремую благодарность для подписчиков каналов Ньюс Эдер и Хаплон Фаудейшн. Слава Украине! Героям слава! Всем мира и здоровья и до скорых встреч!